всех приветствую дорогие гости и подписчики моего канала с вами александр я по-прежнему болею по-прежнему у нас на обзоре предрелизная версия по fb 046 в этот раз игра на карте lights on формата тоже 2 на 2 и так без лишних предисловий сразу же стартуем эта игра также без моего участия и игроки известны по прошлому видео и так представим с правой стороны за соединенные штаты соединенные штаты лазер это у нас тайсон с таким смешным смайликом ником снизу его союзник орнайт за европейский союз их оппоненты внизу слева владислав за россию тяжелые брони войска и его союзник бочка за россию ракетные стратегические войска и так ну что ж начало довольно таки стандартно пошли все обмениваться разведчиками смотреть кто что делает у европы кстати вот как я в прошлом видео говорил есть новый разведчик у такого спадс дрончик летающий но чтобы построить щитах вертолет который отбивает атаки нужно т-1 технологии да у такого изменения есть все таки у европы в плане баланса американцы тем самым уже вышел в два сопла строить свою военную фабрику европеец аналогично строит военную фабрику россия уже имеет военную фабрику строится supply но почему-то здесь три сборщика я не знаю зачем это нужно но каждый игрок еще по целых две нефтяные вышки вот ну довольно таки стандартный когда открытие есть еще в центре есть две небольшие кучки припасов по 20 тысяч кто успеет тот их и соберет но не здесь очень довольно таки большое значение играет дополнительные баксы все-таки хорошо карта не особо денежная на старте ибо supply на 40 тысяч и на 20 это не 80 тысяч большого прямоугольного но здесь уже тайсон подъехал своим первым дроном лазерном и строить здесь третий supply значит доход будет у нее намного быстрее и больше здесь уже айрон своими леопардами решает разведать чат чего-то отбиться но и здесь панцер паусты занимают башенку все-таки минус один инженер был потерян и почему-то решил он инженерами захватить вражеские нефтяные вышки получится или нет увидим позже здесь уже ракетчики отстреливаются тем временем здесь сша построили вторые казармы и кто же здесь здесь бочка занял тоже вот этот охранную башню здесь кстати есть также площадка сброса снабжения их тоже можно захватить тоже 900 баксов каждые полторы или две минуты не помню точно и здесь пошел от айрона спам леопардов леопарда конечно дальнобойные танки самые в игре из стартовых но они не особо таки мощные вот лечат кодиака но тем не менее 2 против 1 решает здесь бочку уже построил т-90 построились бтр и бтр и дешевые но не особо такие бронированные зато они дешевые и могут кстати заспавнить они сенсор сенсор как целеуказатель действует здесь пошли уже микроволновки микроволновка вычистила всех десантников в этой башне и продолжает тайсон захватывать здесь дополнительный источник дохода здесь тем самым броневойска и европа пытаются выяснить кто хозяин в этой сибири но от владислава уже есть это два технологии от айрона только еще идет электростанция т-1 технологий тайсон же выходит в т-2 строить стратегический центр от бочки пока только вертолетная площадка и т-1 технологий очень много ракетчиков и пошли уже лазерные танки на лазерные танки они будут сильнее т-90 поскольку они дольки мощные на т-90 по броне имеют точно также количество как и лазерный танк но все очень достроена идти уничтожить выбрал стратегию тайсон это значит на 20 процентов дальнобойность его войск повышается здесь пошли уже бомбардировщики в 16 и в 18 не знаю каким боком затесался она бомбардировщики против там вы как раз будут эффективны здесь есть солнцепеки есть два тора на солнцепеки быстро выжгут всю пехоту но что делать с танками и конечно такие эффективные но против пехоты они не особо будут большими а внизу тем самым здесь уже смотрите на спаме на спаме на очень много леопардов и пошел целый страж с противотанковой пушкой да очень много здесь танчиков как раз айрону нужно апгрейд на дальность стволов тогда еще дальнобой не будут танки здесь продолжается налет бомбардировщиками на позиции россии но здесь строится только сейчас то 2 вот здесь бы не помешали как раз таки бомбардира бомбардиров у у бочки нету бочки даже нет казарм решил выйти на технику но не так уж и грамотно однако здесь леопардов этот страж уничтожил всех но здесь есть контр аргумент у айрона это панцерфауст а страж против них не особо эффективен поскольку у него стоит именно танковая пушка они гады на борту здесь уже европейцы начал тоже высасывать supply да но продолжается налет танками и бомбардировщиками на позиции вторичной экономики бочки бочкой по какими-то танками пытается из последних сил отбить себе победу здесь уже подошли целых два отряда живили на живили на сдалека танки быстро коченосовые зачистку танков но здесь уже есть черная акула вертушка есть а по вот он нету у тайсона поэтому все эти войска отправляются в утиль что и дальше здесь владислав решать все таки тяжелую танковую армаду здесь сделать есть несколько срочников и дядя боря дядя боря будет хорошо отбивать всю эту пехоту поскольку у него пулемет ну вот начинается срочно в порядке и айрон здесь строит пулеметные башенки а тайсон тем временем здесь продолжает свои авианалеты бомбардировщиками они уже имеют несколько лычек да здесь вообще трех лычковый уже бомбардировщик пошли лазерный каманчи ну и здесь пошли снайперы которые будут отбивать всю пехоту что и происходит но раз два три целых стража под прикрытием ремонтных машина против четырех леопардов не особо тогда раскладывал пользу тяжелый снайпер продолжают как-то хотят стреляться но они не видят бориса бориса по уничтожили быстро но нет борис пулеметом отбивает всю пехоту тайсон тем временем уже решил высосать ресурсу своего союзника и подоспели уже лазерное пво афины первые афины добивают и лазерные танки добивают производящих построек только вертолетные две площадки есть хотя черные акулы могут отбиться от этих командчиков пошел залет циркона куда он летит летит сюда на европейца европейец чуть-чуть потерял хп у аэродрома скажем так налет бомбардировщиков продолжается на танковые войска российские на здесь есть гатлинг на одном так есть уже с 300 это значит что все отбой произошел залет то 22 минус центр снабжения европы ну вот такой вот разумен база как вы посмотрите происходит владислав переезжает на базу айрона уничтожающие все его здания а тайсон приезжает на базу бочки командчи делают всю свою работу хорошо но вот этот страшный без с дальностью плюс 20 процентов прикрывать все воздушное пространство и здесь посмотрите здесь сюда пришел уже barton barton будет минировать домики а потом придет на базу владислава будет минировать домики у владислава ну здесь уже пять стражей добивают последние надежды на выживание у айрона плюс бомбардировщики 11 все лишь хорнутов 16 продолжает помогать отбиваться да здесь еще есть харьер один который до сих пор живет и поможет помогает отбить на гатлинг на одном страже помогает очень хорошо отбиваться от воздушных налетов но бомбардировщики и бомбардировщики очень хорошо заход отбивают 1 2 3 стражи ну вот приехали стражу прям на позицию тайсона а тайсон тем временем здесь пришел своим бартоном партоном минировать будет бункер здесь была коврова бомбардировка то судя по этим линиям но барта не успел здесь есть его бункер обломков он увидел что здесь все таки партон его убили но вот тут есть вертушки вертушки залетели есть с 300 она помогает отбиваться от европейцев больше ничего не осталось ведь пошел пошла куча жавелинов отбиваться от этого стража минус вторичная экономика минус несколько техники но все здесь все вертушки были сбиты с 300 продолжает строить т2 технологии пошел фа папа не всех бомб летит в сторону сша вот успеет ли он долетит хотя здесь есть того но она не атака сильная как стандартные тяжелые вот да все таки он пролетая залетает прям сюда в гуще событий здесь все-таки iron отстраивает областной командным центр нам бабах минус военный завод минус электростанция это грамотный был заход но здесь все-таки последний пилота были добиты но у владислава денег довольно таки достаточно как и у айрона но все-таки из-за того что в самом начале очень много ресурсов высосал тайсон и захватил плюс еще вот эту троп зону ресурсов у него очень очень много ресурсов накопилось а если много денег значит можно как-то все переиграть пошли здесь вот такие вот отряды молекулярных танков и джевелинов в атаку ухты здесь еще есть лазерные танки еще джевелины кучу джевелинов знать можно попрощаться с часовыми стражами владислава здесь осталось всего ничего его союзник бочка был вообще отправлен в историю но тем не менее европеец продолжает здесь отстраиваться у него денег довольно таки достаточно осталось накопленных и он возродился возродился как из пепла есть энергии есть т2 технологии но пошло куча танков и вот применил способность боеприпасов это плюс 25 20 20 процентов к огневомощи скорострельности всем войскам кроме газ и что находится в этой зоне посмотрите как быстро начинают джевелины обстреливать своими ракетами до такой отряд очень большой стреляет по стражам но здесь уже есть черный медведь конечно гризли это хороший противопехотный бмпт но бомбардировщики добивает их а больше джевелинов у него здесь не осталось здесь продолжает аэрон минировать свои подступы приехали лазерные каманчи отбивается ну нет не успевает с 300 топить чуть-чуть осталось хп шуку одного каманча здесь есть 2 с 300 который охраняет базу и уж он то из далека до помогает добить каманчи один черный медведь начать делать черный медведь если здесь еще есть лазерные каманчи другие здесь начинают строить вторичную экономику уже арен начинает застраивать еще вторую европейскую стенку как прошло видео и продолжает минировать подступы до владислава всего лишь 3000 и он решает построить вторую военную фабрику вместо того чтобы наштамповать хоть какую-то армию для защиты обороны но посмотрите здесь уже идет строительство большое строительство всего и вся до владислав он нелегко против одного полетела здесь все нет все-таки решил сдаться понял что не выстоит владислав и вот такая коротенькая битва 2 на 2 выдалась у нас в этот раз но на этом у меня все спасибо вам всем за внимание подписывайтесь ставьте лайк ждите новые видео и скоро будет летом релиз версии 046 где будет режим вызова генералов полноценный всем пока